Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я всегда был патриотом Молдовы, я родился в Молдове, я человек, который считает, что нужно отдавать долги своим корням. В 2014 году все было очень весело, нам несколько раз не дали зарегистрировать партию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова В 2014 году ситуация, которая произошла несколько дней назад, они, скажем так, ну это уже конвульсии режима олигарха Плохотнюка, потому что после того, как мы все добились, за счет протестов, я постоянно выступал, минимум раз в две недели выкладывал не просто информацию, выкладывал конкретные документы, как финансировалась из США партия экс-премьера Филата, который сейчас сидит в тюрьме, как Плохотнюк и нынешний мэр Аргеева Илон Шор, популярный тоже в России человек, правда не визной на данный момент, подставляя жителей ДНР, ЛНР, то есть все слышали про кражу миллиарда долларов из молдавской банковской системы, часть этих денег, часть компаний, которые участвовали в этой краже, значит весь 2015 год они переоформляли на жителей ДНР, ЛНР, для того, чтобы потеряли следы, потом прокуроры выходят и говорят, ну мы не можем допросить этих людей, потому что это зона конфликта. Когда я выкладывал все эти документы, чаще всего в оригиналах, транзакции, американские пиар-компании, я доказал, представил доказательства того, что из украденного миллиарда финансировались пиар-компании в Соединенных Штатах Америки, речь идет о миллионах долларов, как раз из того самого украденного миллиарда. Значит, уголовные дела возбуждены максимум в 10% случаев от всех материалов, с которыми я выходил на пресс-конференцию. Но ни одного уголовного дела не было возбуждено против Плохотнюка. Они посадили Филата, сегодня Плохотнюк единственный хозяин страны, человек, который, если 6-7 лет назад он был полгода пророссийский, полгода проевропейский, В Молдавии, к сожалению, почти все политики с 2001 года, с тех пор, как я внимательно слежу за всем, что происходит, они все были пророссийскими за 2 недели до выборов, потом на 4 года забывали, потом опять становились, когда нужно было фотографироваться, либо с президентом страны, либо с его святейшеством патриархом. Поэтому, зная цинизм всех этих людей, это был один из пунктов, который заставил меня вернуться в Молдавию для того, чтобы навести порядок. Олигарх по фамилии Плохотнюк, который сегодня не просто причастен к краже миллиарда, а все его структуры, причастны к отмыванию денег, контрабанде. Значит, интересуясь этим персонажем и зная очень многое из истории его взаимоотношений с тем же Горбунцовым, в убийстве которого в молдавской власти меня обвинили 16 октября, значит, дело возбудили в Молдавии, за что я был подан международный розыск позавчера, на основании интервью Горбунцова в скайпе. То есть, вы понимаете, человек выступил, дал интервью и возбудили дело по организации убийства. Почему это произошло и что за всем этим стоит? Значит, известный нашумевший в Европе киллер, гражданин Молдовы по фамилии Прока, был задержан российской полицией три года назад в Российской Федерации. По просьбе Румынии, так как одно из убийств было совершено на территории Румынии, был туда экстрадирован. Имея контакт с полицией Румынии, которая обращалась ко мне как к общественному деятелю, больше к общественному деятелю, чем к политическому, потому что в Румынии меня тоже особо никогда не любили, как и в Вашингтонском обкоме, я начал с ними сотрудничать по этому делу и, скажем так, обмениваться информацией. Значит, примерно месяц назад, подчеркиваю, согласовывая каждый момент операции, это была спецоперация согласованная с МВД Румынии, значит, мы вышли на группу лиц, которая представляла, вернее, группа лиц вышла на меня в Москве, я получил добро от румынской полиции вступить с ними в контакт, все это было задокументировано, является материалами уголовного дела в Румынии. Значит, люди пришли с четким посылом от этого киллера, который был осужден в Румынии на 22 года тюрьмы, который назвал три условия. Первое, значит, позаботьтесь о безопасности моей семьи, ее нужно перевезти из Республики Молдова в Румынию. Два, гарантия письменная со стороны румынских властей, что его не экстрадируют в Молдову. И третье, там, объединить все его уголовные дела, чтобы он отбывал наказание в одном месте, что законы в Евросоюзе позволяют. Говорит, я называю имена заказчиков и всех людей, которые снабжали эту группу киллеров оружием, деньгами, документами. То есть там просто история, я на эту тему готовлю фильм, который в ближайшие дни появится, со всеми этими прослушками, материалами и так далее. Значит, когда, ну, естественно, вопрос, который интересовал и правоохранительные органы, и меня, это все-таки, скажите, а кто стоит за всем этим? Говорит, за этим стоит конкретно Владимир Плохотнюк и его люди. Мы можем доказать, я не буду сейчас называть, озвучивать эти доказательства, потому что я являюсь свидетелем в этом уголовном деле в Румынии. Значит, Плохотнюк, узнав, что завтра-послезавтра появится Скотланд-Ярд в Румынии, который допросит, и получится так, что хозяин теневой республики Молдова, который во всех своих поездках в США называет себя координатором правящей коалиции в Молдове, получит международный мандат на арест. И вы знаете, если до сих пор все в Молдавии мы наблюдали, как прилетала Виктория Нуланд в Бухарест, и несмотря на то, что правительство Филиппа, действующего примера, было избрано незаконно, присягу давали ночью и так далее, американцы до сих пор покрывали и покрывают этот бандитский режим Плохотнюка, но когда речь идет об убийствах в Евросоюзе, я никогда не поверю, что англичане выполнят команду Соединенных Штатов и скажут, да-да, мы будем молчать, мы не будем арестовывать Плохотнюка, потому что он нам нужен. Ведь то, что делал Плохотнюк в последние годы в Молдове, это новости с утра до вечера про то, что русские танки в лице Усатова, Рената и партии социалистов хотят захватить Молдавию, о том, что Россия хочет украсть светлое европейское будущее у всего молдавского народа и так далее. Поэтому, заняв такую позицию, пугая Запад, что вот я единственный борец с американскими танками, Плохотнюк, который является преступником и в моем понимании должен быть осужден пожизненно, мы говорим не только за эти заказные убийства. Даже в июле месяце я вышел на один из молдавских телеканалов и заявил на всю страну, как Плохотнюк пригласил конкретно меня на встречу и сказал, это было в 20-х числах июля, по-моему, где он сказал, говорит, у меня предложение к тебе как лидеру оппозиции следующее. Получаешь полтора миллиона долларов, уезжаешь из страны на несколько месяцев по состоянию здоровья, значит, я готовлю под президентские выборы одну из самых серьезных афер в истории страны, это я его цитирую, либо ты уезжаешь из страны, берешь деньги и потом возвращаешься, либо я уничтожаю до Нового года тебя и еще одного оппозиционного политика справа Андрея Анастасова. Значит, я сделал публично эту информацию. Вы понимаете, я мэр города, председатель оппозиционной партии. То есть прокуратура контролируемая им, ну, не может, Плохотнюк всегда говорит, говорит, в Молдавии я сяду в тюрьму только тогда, когда я сам себя решу посадить, а такого никогда не будет. Поэтому сегодня, когда Плохотнюк узнал, что в ближайшее время может наступить, не может, а должен наступить момент истины, Плохотнюк отправил, что вызвало массу вопросов у следователей в Румынии. Когда, скажем так, мы подошли к развязке и раскрытию этого уголовного дела, значит, Плохотнюк срочно отправляет замначальника полиции Горбунцову в Лондон. Человек, который меня оклеветал, и вчера я подписал контракт с английской компанией адвокатов, которая будет защищать, в мою честь и достоинство, потому что в 2014 году Горбунцов тоже выходил за неделю до выборов, в тот же сценарий, и говорил о том, что, вы знаете, вот я хочу заявить, что Усатый заказал мое убийство. Я выхожу на следующий день, говорю, я потребую 10 миллионов фунтов моральный ущерб с Горбунцова, потому что в разгар компании я бизнесмен, лидер партии, удар по ему имиджу, Горбунцов выходит, говорит, не-не, Усатый меня не заказывал, я не совсем это имел в виду и так далее. Кто такой Горбунцов? Горбунцов человек, который находится в розыске в Российской Федерации, не знаю сколько дел, правда, который имеет 5 уголовных дел в Республике Молдова, и вы представляете себе цинизм молдавских правоохранительных органов, которые поехали допрашивать Горбунцова, рисовать на меня это уголовное дело, которое возбуждено вот сейчас, 16 октября. Значит, в молдавском посольстве, когда Горбунцов имеет международный мандат на арест, в Молдавии имеет уголовное дело, организация убийства, хищение, мошенничество, то есть могли еще взять у Бен Ладена против меня показания, понимаете? Я думал, они хоть найдут кого-то поприличнее, потому что раньше, когда рисовали уголовные дела, они как-то все-таки пытались более реально показать эту историю. И сегодня, когда у преступника берут, допрашивают преступника, и возбуждается дело на основании его интервью, и что Плохотнюк делает, значит, усатый оказывается, значит, хотел купить показания киллера Проки в Румынии, значит, я вышел после этого в прямой эфир в социальных сетях, так как я ограничен, в России был другими медиаресурсами, значит, показывал бумагу о том, что я являюсь свидетелем в этом деле в Румынии, два, в румынские следователи говорят, молдаване вообще не имели права возбуждать это дело, потому что оно расследуется в Великобритании и в Румынии, то есть там, где произошли преступления, и согласно законодательству, то есть не может возбуждено то же дело в Молдавии, так же можно возбудить его и в Уругвай, и так далее. Но Плохотнюк испугался того, что первые условия Проки, да, это было еще раз все задокументировано, я передал часть денег его семье, это все было зафиксировано, аудио, видео передали румынским прокурорам, следователям, это было в Москве примерно месяц назад, значит, первые условия Проки было защитить его семью, и перевезти в Румынию. Что происходит на прошлой неделе? Плохотнюк сажает в тюрьму его жену, брата, брата жены и еще двух друзей, вы представляете себе, то есть это человек в истерике, потому что закрывать жену, да, тот киллер, преступник, совершил преступление в Румынии, Великобритании, признается, но арестовывать жену за создание ОПГ, ну, понимая, что первое условие это было вывезти его семью на территорию Румынии, значит, как это можно расценивать? Естественно, все понимают, что Плохотнюк сегодня пытается зачиститься, могу со всей уверенностью сказать, что это у него не получится, если я почувствую вмешательство, очередной приезд Виктории Нулан в Бухарест, который скажет, Плохотнюк наш парень, он занимается реформами, он сделает Молдавию прекрасной европейской страной, я почувствую какое-то давление на следственные органы, и я опубликую все те материалы, доказывающие причастность Плохотнюка ко всем этим преступлениям в интернет, чтобы люди, журналисты это все видели, и там я вам скажу, даже человек, не посвященный в детали, если я в той хронологии, как происходили события, все это выставлю в YouTube, это поймет любой, что там идет, как и зачем. Сегодня меня просили румынские следователи не опубликовать, я опубликовал часть прослушки, где четко называют Плохотнюка как заказчика этих преступлений, следователи попросили меня не выкладывать всю эту информацию, потому что это может навредить следствию, поэтому вот ждем приезд Котланд-Ярда в Румынию, хочу заявить, что я готов сотрудничать, продолжать сотрудничать с следственными органами Румынии, захотят англичане переговорить со мной, welcome, Плохотнюку зачем нужен был этот международный мандат на арест на меня позавчера. Пункт номер один, держать меня только в Российской Федерации, я являюсь гражданином Российской Федерации, правда вчера в СМИ начали спекуляции, в том числе на некоторых российских порталах, руководство России приняло решение о моей экстрадиции в Молдову и так далее. Они обнаглели до того, что вчера также они опубликовали на одном из сайтов Плохотнюка, они хвастаются о том, что неделю назад они пытались меня похитить на территории Российской Федерации, молдавские спецслужбы, должны были вывезти меня в Белоруссию, а так как у Белоруссии есть соглашение с Молдовой о взаимовыдаче, значит представляете, цинизм этих людей говорит, вот наши молдавские спецслужбы должны были выкрасть усатого на прошлой неделе, они пишут о том, что мой адвокат летал в Минск в воскресенье, писать заявление в генпрокуратуру, чтобы задержали, если все-таки будут, ну случайно я окажусь в каком-нибудь молдавском багажнике и проснусь в Белоруссии, то чтобы генпрокуратура Белоруссия предприняла какие-то меры, то есть они об этом пишут в интернете. Я располагал какую-то информацию, но то, что они будут об этом хвастаться на своих сайтах, ну это верх цинизма. Поэтому сегодня, Плохотнюк увидев, к чему приводят мои командировки, в том числе на территорию Евросоюза, плюс, вы понимаете, они боятся моего рейтинга, потому что, да, скажу вам, как есть, набрав 73% в первом туре, такого в истории молдавских выборов никто никогда не набрал. Будучи в оппозиции, в первом туре 73%, которые набрал, по крайней мере, многие институты написали, что это было впервые. Далее я начал развивать, так как у нас половина городов Молдовы, чего боится и Плохотнюк, и его хозяева, я начал развивать отношения с регионами Российской Федерации. Будучи год мэром города Бельцы, мы подписали соглашение о побратинстве с городом Нижний Новгород в присутствии Георгия Полтавчика, губернатора Санкт-Петербурга, с Пушкинским районом Санкт-Петербурга. По поручению Сергея Семеновича Собянина в Москве мы являемся побратимами западным округом Москвы. Мы активно сотрудничаем, я посещаю все форумы, реагирую на все приглашения. Мы получили в подарок спецтехнику от правительства Москвы, где, ну, как вы понимаете, это точно в Молдаве никому не нравится. Это называется вмешательством во внутренние дела Республики Молдова. Я добился того, что ребята из Молдавии бесплатно учатся и в Пушкинской академии сельского хозяйства, и в Университете Нижнего Новгорода. В чем проблема? Кто-то им предоставляет эти места на территории Евросоюза. Естественно, прожив 10 лет в Москве, имея компанию в Нижнем Новгороде, я добился того, ну, скажем так, вот тот ресурс человеческий, который у меня был наработан за 10 лет, чтобы он работал на благо Молдовы. Хочу сказать о том, что на сегодняшний день Плохотнюк нашел себе партнера по фабрикации уголовных дел для оппозиционных политиков. И партнером Плохотнюка является сегодня господин Порошенко. Доказательством этого является, значит, Плохотнюк с Порошенко являются очень много лет партнерами, они совладельцы магазина «Детский мир» в городе Кишиневе, они вместе занимаются бизнесом, есть в советских времен известная фабрика по производству кондитерских изделий «Букурия» и многие другие бизнесы. Значит, что они делают? Сегодня возбуждаются дела в Одесской области, недалеко от Кишинева. И Плохотнюк, чтобы его не обвиняли в том, что он уничтожает оппозицию за счет своих ресурсов, он говорит, ну это же не я, это как бы другое государство. Значит, одно из моих уголовных дел в Украине, я по приглашению Аксенова, который родился, кстати, в Бельце, где я являюсь мэром сегодня, посетил экономический форум в Крыму. Значит, первое дело это было за незаконное посещение оккупированной территории, которую я получил на Украине. Значит, второе уголовное дело, это, оказывается, я там тоже занимался какой-то подрывной деятельностью, хотя я последний раз был в Киеве много лет назад на каком-то там мероприятии. То есть я просто не, к сожалению, к радости, но очень много лет не посещаю Украину. А лидер одной из проевропейских партий в Молдавии, который также очень жестко критикует Плохотнюка Андрея Анастасова, также получил на днях повестку приехать на допрос в прокуратуру Одессы. Я сделал публично, есть известные ребята в России, такие у молодежи модные известные пранкеры, которые позвонили представившей Саакашвили президенту Молдовы, вы можете найти в Ютубе это, где президент Молдавии, ну, у нас в Молдавии просто не все знают, что есть президент, но он вообще есть. Он просто впервые заговорил, там, по-моему, после трех лет своего президентства, там, год назад, но несколько раз он все-таки выступал. И ему звонит якобы Саакашвили, говорит, вот мы готовы арестовать в Украине Усатого, вы можете послушать эти аудиозаписи, но это просто плакать хочется, когда президент страны говорит, да-да, сейчас я дам поручение министру внутренних дел, гемпрокурору, ребята звонят уже от имени Авакова, министру внутренних дел Молдавии, гемпрокурора, да-да, мы будем брать Усатого, вы нам, главное, его под любым предлогом в Одессе придержите. А заключалась ситуация в том, что они пытались несколько раз, я летал в Молдавии только аэрофлотом, несколько раз была попытка посадить самолет молдавских авиалиний в Одессе, но запасной аэропорт якобы Кишинев не принимает по техническим причинам, для того, чтобы Ренат Усатый случайно оказался в одесском КПЗ лет на 10-15. То есть, хочу, кстати, поблагодарить нормальных ребят, которые работают в СБУ Украины, которые, ну, так же, как и те, которые находятся в Молдове. Ведь все то, что сделал Плохотнюк со мной в течение последнего времени, это было известно, я всегда об этом говорил в социальных сетях намного раньше, чем они мне рисовали. То есть, чаще всего я выходил в понедельник и говорил, мне нарисуют через неделю-две такое-то дело. И так оно и происходило, к сожалению. Сегодня, находясь в Российской Федерации, если Плохотнюк считает, что будет уничтожена наша партия, что я не вернусь в страну, что он решил проблему со мной, как с лидером оппозиции, и мы никак не сможем влиять на процесс в Молдавии, он ошибается. Я доведу до конца все то, что те уголовные преследования, которые есть на территории Евросоюза, я провожу необходимые консультации для того, чтобы доказать всему миру, что дело, которое сфабриковано против меня, является политическим. Хотя об этом написала уже часть прокуроров страны, бывших в интернете, опубликованы мои уголовные дела. Масса нарушений. Ну и, как вы понимаете, если мы будем возбуждать уголовные дела, тем более по организации убийства на основании чего-то интервью в скайпе, ну, это уже перебор. В Молдавии 30-го числа нас ждут президентские выборы, самые грязные выборы, которые были в истории Молдавии. Вчера я опубликовал также в социальных сетях часть материалов о том, что используя... Кстати, нас все время обвиняют о том, что мы русские танки и пытаемся дестабилизировать ситуацию в стране, устроить второй Майдан, пытаемся захватить Молдову и так далее. Но почему-то, используя именно российские предприятия в Молдавии, вот, например, я вчера опубликовал бумаги, значит, фактически готовый формуляр Молдова-Газ, дочернее предприятие Газпрома, где все работники заполняют этот формуляр, указывают количество членов семьи о том, что они будут голосовать за ЛУПу, ну, это фамилия молдавского кандидата президента от Плохотнюка, то есть, используя компании, филиалы российских компаний, значит, сегодня они, используя админресурс, уже, в принципе, готовят фальсификацию. Вызываются все госслужащие сегодня, не стесняясь, и которым выдают уже со вчерашнего дня готовый бюллетень с проштампованным, ну, то есть, проштампованный, где понятно, за кого он проголосует. Значит, под страхом смерти, он говорит, ребят, кто сфотографирует, опубликует, выйдет, а потеряете работу, два, значит, когда чиновник, работник полиции, работник Молдова-ГАЗ придет голосовать, естественно, приходите семью, им выдают новые, но задача очень простая, в урну вбросить тот, который им начали выдавать со вчерашнего дня, а новый нужно передать товарищам на улице, как гарант того, что они проголосовали правильно. Вы понимаете, да, про карусели пишут в разных странах, что это используется, механизм, они их и те же людей возят на автобусах из одного населенного пункта в другой, и так далее. Но когда карусель является спецоперацией на всю страну, с привлечением всех ветвей власти, которые подконтрольны Плохотнику и так далее, ну вы понимаете, что мы можем ждать от этих выборов сегодня. Когда из-за того, что они год назад нервничали, из-за того, что ко мне очень много моих друзей прилетало в Молдову, это спортсмен Костя Дзюм, это неоднократный приезд Стаса Михайлова, Григория Лепса, София Ротару, они в парламенте приняли закон запретить участие российских, не, они не написали, российских зарубежных артистов, спортсменов, политиков в каком-либо виде в компании, за это будут снимать с выборов. Но несколько дней назад я вижу, что Майя Санду, проект американского института, НДА, который особо это не скрывает, значит, первые лица Евросоюза выходит и открыто заявляет, мы просим всех проевропейских политиков в Молдове сняться в ее поддержку, фотография ее с Туском, то есть меня за фотографию Стаса Михайловым, зажди меня, все для тебя, снимали с выборов, а тут выступает Туск, и Туск нормально, то есть Стас Михайлов с Григорием Лепсом, это проблема, а вот Туск это не проблема. И ей просто в ЦИКе сделали замечание вчера по решению ЦИКа, то есть что, ну вы больше этого не делайте. То есть понятно сегодня, кто руководит этим, этим преступным, преступным балетом. Меня болит душа и всех русскоязычных граждан Молдовы, потому что я молдаванин, но я учился в русской школе, на государственном языке всего лишь несколько лет в университете, потом долгие годы в Москве, но когда я приезжаю в Молдову, у моих родителей, у кого-то есть спутниковое телевидение, которые смотрят первый канал, ну таким, как он есть, Россию-24, Россию-1, но когда мы видим новости в Молдавии, у нас Плохотнюк сегодня ретранслирует первый канал в Молдавии, добавок ко всему. Значит, когда я вижу, что все новости про Молдавию, ну где какая-то критика адрес правящей коалиции, президента, премьера режима, эти новости граждане Молдовы не видят, потому что в Молдове они выходят на несколько часов позже. Значит, Россия-24 у нас запрещена. Значит, первый канал новости показывают на два часа позже и просто сюжет про Молдавию исчезает. Я просто не мог понять, в один день участвовал в программе, время покажет у Толстых. Значит, по одной версии меня не было на этой программе, по одной молдавской версии ретрансляции, по второй не было самой этой программы. Россия-24 считается вообще вражеским телеканалом, и они об этом открыто заявляют и так далее. Но зарабатывать деньги за счет ретрансляции первого канала Молдавии для Плохотника это тоже нормально. Ну, я уверен на тему моей экстрадиции, что меня там попробуют украсть, ну, пусть попробуют. По поводу того, что кто-то мне дал команду покинуть Российскую Федерацию в течение пяти дней, чтобы Россия не оказалась в том же скандале, как в случае с Магнитским и так далее. И весь тот бред, который они публикуют на своих молдавских сайтах, и который, к сожалению, подхватывает некоторые российские, я вчера это видел. Значит, компетентные органы на территории Российской Федерации в деталях знают и о моих уголовных делах, и о тех преступлениях, которые Плохотнюк совершил. Он у нас, слава Богу, в кавычках, но для уголовного преследования это очень хорошо. У нас Плохотнюк является гражданином Российской Федерации. Правда, получил гражданство, есть в интернете документы, как слесарь ЖЭКа в Приднестровье. Нормально, да? Хозяин страны, фактически. В Вашингтоне он кричит, что он свой, а как слесарь ЖЭКа он стал гражданином Российской Федерации в 2004 году. Очень хорошо. Значит, я буду сотрудничать с компетентными органами на территории Российской Федерации, я соберу всю доказательную базу, все вот эти фальсификации, попытаться привязать Россию к краже миллиарда. У нас есть один контуженный политик, ну как контуженный, он может быть не контуженный, но есть такой Михаил Гимпу, председатель либеральной партии, который с утра до ночи кричит про объединение с Румынией, значит, неоднократно выходил и говорил, что Россия напрямую связана с хищением миллиарда. А Плохотнюк это тот, который готовит фонд. Вы понимаете, да, когда прокуроры якобы случайно или людей информируют о том, что жители Донецка и Луганска, они же с утра до ночи показывают о том, как Россия финансирует конфликт на юго-востоке Украины. И вот смотрите, русские использовали жители Донецка и Луганска для того, чтобы через определенные там офшоры икс вывести миллиарды из молдавской банковской системы. Они за это должны отвечать по закону. Они не наговаривают на страну. Они сегодня, понятно, хотят выслужиться перед американцами и что-то им показать, но у меня есть чем заниматься на территории Российской Федерации. Я соберу всю доказательную базу. Я буду бороться. Я хочу обратиться к бельчанам, потому что со вчерашнего дня я начали говорить о том, что мэр ушел с города. Вы знаете, да, я был мэром год. То, что было сделано согласно межрегиональному сотрудничеству, я сказал, но когда на некоторых муниципальных предприятиях в городе после того, как я стал мэром, прибыль увеличилась на 700 процентов. Вы понимаете, примерно о каких деньгах идет речь. Я уничтожил все коррупционные схемы на городских рынках, аренда земель. Сегодня бельцы стали примером, как должно быть во всей стране касаемо борьбы с коррупцией. Все, что я мог делать в рамках закона, я сделал. Я, к сожалению, не мог, как Сергей Семенович Собянин в Москве, за сутки снести все незаконно построенные здания, потому что законодательство не позволяет, чтобы под эгидой мэра это делалось. А все мои обращения в Плоходюковские структуры, как вы понимали, заканчивалось отказом. Потому что все эти криминальные бизнесы, которые в том числе существовали в Бельцах, они также существовали. И то, что я не добил, существует под крышей Плоходнюка. Спасибо, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Ну что ж, Рената, спасибо. Вопросы есть. На первый ряд, пожалуйста, микрофон. Вы, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Балашов Алексей, телеканал «Царьград». Чего все-таки ждать от выборов? Будет ли дальше двигаться Молдова в Евросоюз, в НАТО? И есть ли еще какой-то шанс, что все-таки Молдова не уйдет по тому же пути, что и ушла, например, Украина? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, мы ничего сегодня не сможем изменить в стране. Почему мы не смогли... То есть, вот, например, то, что наш кандидат заявил, да, президент, он претендует на то, чтобы быть президентом Модового указа, распустить парламент. Значит, чего боится Плохотнюк больше всего? Значит, все остальные истории про то, что кто-то развернет страну в другую сторону и так далее, это все спекуляции. Пока есть режим Плохотнюка, вы понимаете, человек, который контролирует все. Если он не может решить вопрос подкупить, вот как это было со мной в июле, и он что-то так сказал, получаешь полтора миллиона долларов в месяц, 150-200 тысяч долларов будешь получать потом ежемесячно на партию, но ты будешь моим. То есть, любой, который против него, он может ликвидировать, в том числе физически. То есть, этому человеку можно все. Поэтому сегодня пока не объединяться. Все граждане страны вне зависимости, их называют правых, левых, мне это не нравится, я считаю, что в Молдове все граждане, в Молдову, Молдова многонациональная страна, пока люди не объединятся, и не выйдут, и не скажут нет правящему режиму, пока не снесут этот режим, я не верю в какой-либо положительный исход, потому что я вам 10 минут назад рассказывал, как они уже готовятся к выборам, которые будут в воскресенье. Они, с одной стороны, кричат, что будет максимальное количество наблюдателей, но вы понимаете, ни один наблюдатель не увидит бюллетень, который приносит госслужащий с собой в кармане, уже проштампованный, который в кабинке. Было бы у нас открытое голосование, да, они же против, понимаете? Поэтому эти процессы, их может быть 5 миллионов наблюдателей, понимаете? Когда я вижу, что из Молдавии уезжает ежедневно, по статистике, страну покидают, 106 человек в сутки, у нас в стране сегодня не более 2 миллионов 300 тысяч человек, а бюллетене напечатано 3 миллиона 300 тысяч. Они заявили, что у нас 3 миллиона 100 тысяч человек с правом на голос. Хотя все годы их было не более 2 миллионов 300 тысяч. Но вы понимаете, население страны увеличилось на треть. Люди уезжают из страны, у нас пустые села. Вы понимаете, что вот этот дополнительный, почти миллион людей, в кавычках, с правом голоса, значит, могут голосовать. Было журналистское расследование, просто пошли по кладбищу, по ВИП-могилам так называемым, значит, у нас оказывается и волонтир будет покойный голосовать, Будулая все помнят, то есть он тоже в списке. И помимо волонтира, чтобы вы понимали, все кто, то есть все нашли своих родственников, друзей и так далее, то есть не частично, а всех, понимаете? Поэтому я не исключаю, что волонтир проголосовал. Поэтому мы будем бороться, мы готовы выйти на улицы, и мое местонахождение в Москве, поверьте, никак не скажется отрицательно на том, что у меня сотни тысяч сторонников по всей стране, и сегодня все понимают, чем я буду руководить партией СИЗО, номер 13, Кишнев, куда меня Плохотнюк собирался определить, значит, я смогу руководить процессами, и все будет в порядке. Но сегодня то, что он хочет лупу любыми путями, вы понимаете, его кандидат имеет рейтинг 3%, сегодня ему рисуют уже порядка 13-14, как политик, который во всех опросах, американских, румынских, русских, молдавских, в течение 4 лет, его рейтинг не был выше 3%, и за 2 недели он превращается в 13-14, а говорят на подъеме, говорят будут 20, понимаете? Поэтому сегодня говорить о том, что будут честные в Молдавии выборы, невозможно, я нахожусь в контакте с лидером социалистов, Игорем Дадоном, с Андреем Настасой, который снялся в пользу Майя Санду, это меня очень расстроило, честно вам скажу, потому что у нас было очень много совместных протестов, именно с Андреем Настасой и с Игорем Дадоном, и должна быть найдена какая-то формула, чтобы вывести людей на улицы, иначе мы ничего не добьемся. Главное, Плохотнюк добился в марте этого года. Хочу вам сообщить, что когда мы вернулись к прямому избранию президента, через это решение Конституционного суда, что мы возвращаемся к тому, чтобы в Молдове было, как было до 2001 года. Вы знаете, что они сделали? Президент Молдавии до 2001 года избирался прямым голосованием, и любой мог стать в возрасте от 35 лет, ну как в России, например, сегодня в других странах мира. Проводят опросы, выходят Ай Райенди и Американцы, показывают мне 40% в первом туре, как кандидат президента. Конституционный суд у нас меняет возраст. Минимальный возраст у нас уже 40% для президента, после того, как они опубликовали опросы, что я на первом месте в стране. То есть, когда мне исполнится 40%, они сделают 50%. Когда я буду участвовать в президентских выборах, меня уже будут обвинять не в организации убийства, а скажут, что Усатый лично стрелял у подъезда. То есть, понимаете, ну тенденция та, которая идет. Поэтому мы законно протестовали, законно боролись. Будем дальше. Но Плохотнюк сегодня довел ситуацию до того, что люди возьмут вилы и просто будут ловить Плохотнюка, и не будут мочить в сортире, а будут его мочить там, где будут ловить. И самое главное, что это поддерживает 95% населения Республики Молдова, потому что именно такой у него антирейтинг во всех опросах. Арината, а вы ожидаете репрессии против членов вашей партии и людей, которые вас поддерживают? Порядка 12 мандатов на арест уже есть у прокурора. Я опубликую вечером эту информацию, жду детали. Мы это проходили. Вы поймите, мой заместитель сидел в тюрьме в ноябре 2014 года. Полгода, знаете за что? За то, что в интернете появился скриншот якобы моих с ним переговоров в Фейсбуке, где мы обсуждали убийство начальника полиции Молдавии. Там в Фейсбуке, вы же знаете, когда настоящая страница, то есть там написано страница Усатова с моей фотографией создана два дня назад. То есть моя существует много лет. Я говорю, сделайте запрос в Фейсбуке, это не наша страница. Да, фотографии наши, но это не мы. Говорят, ничего страшного, держали человека в тюрьме четыре месяца. Всех потом выпустили, закрыли дела. Они испугались, когда я опубликовал в интернете переговоры Шора с Филатом, с бывшим примером, как раз по делу о краже миллиарда. Я опубликовал их разговоры в Вайбере, меня посадили в тюрьму, вы видели, год назад, за то, что я сделал публичными разговоры в Вайбере Филата и Шора по Презду в Кишинево, меня арестовали. То есть все дела, они закроются, так же, как и то, за которым нахожусь в интерполе. Мне важно, я не переживаю за свое уголовное дело, мне важно до конца те, которые идут сегодня в Евросоюзе, для того, чтобы Плохотнюк сел. Потому что, когда он сядет и будет мандат на арест от англичан, вы понимаете, что если будет мандат на арест в России, Плохотнюк будет кричать американцам. Да, это русская, рука Москвы, рука Кремля, русские боятся меня из-за того, что я проамериканец. Но когда выдадут мандат на арест на англичане, Плохотнюк тут уже никуда не денется. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Да, пожалуйста, на третий ряд вам дают микрофон. Телекомпания НТВ Алексей Сидоров. Скажите, пожалуйста, все-таки вы уже начали говорить о рейтингах одного из кандидатов. Небольшую, все-таки, краткую картину по остальным. Какие перспективы у кандидатов, которые все-таки примут участие в выборах, которые будут через несколько дней? Вы знаете, меня предупредили сегодня юристы нашей партии, что сегодня все, что я скажу здесь, во-первых, у нас есть наш кандидат президента, во-вторых, сегодня использование иностранных СМИ в продвижении того или иного кандидата. Это так же, как со Стасом Михайловым. Это тот же закон. То есть, извините, я не могу говорить, потому что людей реально снимут завтра с выборов. То есть, если я сейчас... То есть, то, что Плохотнюк сфальсифицирует и так далее, то есть, это... То есть, сейчас любые комментарии, сколько у нашего, сколько у социалистов, сколько у правых и так далее, просто это будет предлог, скажем так, предлог законный, который они назовут. То, что это бред, это другой вопрос. Но, извините, это... Я могу говорить в социальных сетях об этом, а мне уже там... Они уже сегодня увязали, что Россия сегодня это госпредприятие, это использование и вмешательство во внутренние дела Молдавии. Поэтому сейчас могу так сказать. Заодно проверим, как работает закон в Молдавии. Лупу, кандидат Плохотнюка, является перспективным политиком, в кавычках, у которого рейтинг 20%. Но вот за то, что я его пропагандирую в России сегодня, должны снять по закону. Вот и проверим завтра. Снимут они своего кандидата и всех остальных Плохотнюковских. Я с удовольствием отвечу для СМИ. Я буду находиться здесь. Есть мой мобильный телефон, который вы сможете после пресс-конференции все получить. Выборы будут горячие, я уверен, будут стычки, будут выходить людей на улицы. Звоните, приглашайте, нужно будет прокомментировать. То есть, вы поймите, абсурд дошел до того, что в Фейсбуке я могу выступать на видео, говорить про кандидатов, а у вас вот сегодня не могу. Опять же, из-за вот того дурдома, который они устроили. Главное, что я могу отметить, за что никого не снимают, мы должны уничтожить режим Плохотнюка, мы должны объединиться, я на связи буду со всеми реальными оппозиционными политиками, которые готовы будут объединиться для того, чтобы нанести решающий удар. Проведут они лупу по беспределу во второй тур в воскресенье, за счет вот этих вбросов и так далее, выйдут на улицу все, правые, левые, центральные, то есть там, поверьте, уже никто не будет разбираться, кто про европейский, кто про российский, кто про румынский, потому что, когда про европейский электорат, их сегодня нужно признать, ситуация примерно 50 на 50, если говорить про запад и восток, да, останется без кандидата во втором туре, то есть, если выйдет, например, лупу, там, с нашим кандидатом, или лупу с Додоном, у них задача провести лупу с любым, с любым кандидатом, понимаете, да, 30 ночи будет жарко, приглашайте, будем комментировать. Спасибо, еще вопрос, у вас еще вопрос, давайте. Я тогда еще, позвольте, вот просто, вы вначале говорили много о преследовании, да, которое вы подвергаетесь, вот все-таки по пунктам, сейчас сколько дел возбуждено против вас, то есть, какие вот преследования конкретно сейчас, я так понимаю, что просто сейчас опасно вам возвращаться, вы не можете добиться. У меня, значит, за год более 20 уголовных дел, но хочу отметить, что до того, как я начал критиковать молдавский правящий режим, я ни в одной стране мира никогда не фигурировал ни в одном деле. Они на всех телеканалах, кстати, месяц, но готовят общественное мнение, они с утра до ночи крутят новость о том, что Усатый Ренат, то есть я, являюсь одним из лидеров солнцевской преступной группировки, который меня финансирует для того, чтобы уничтожить светлый европейский буть для всех граждан Республики Молдова. Понимаете, когда ничего не нашли, когда меня пытаются, отрывки с моей фотографии вставляют в какие-то хроники криминальные 95-93 года, одна проблема, я тогда в деревне был школьником в школе, чуть-чуть не рассчитали, сколько мне лет было на тот момент, когда я был, оказывается, также членом какой-то преступной группировки, был деревенским школьником на момент, когда сегодня они вот эти уголовные дела, которые есть, вы прекрасно понимаете, есть интервью мои некоторые, которые имеют миллионы просмотров в социальных сетях, там просто ролики по 3-5 минут, то есть я говорю то, что я думаю, и когда вы увидите критику, мы в адрес, если бы меня могли, они бы меня давно уничтожили, то есть, понимаете, они пытались под любым видом меня арестовать, сейчас они в субботу утром они хотели по секрету сделать мандатный арест за организацию убийства этого мошенника Горбунцова, значит, я об этом узнал, выступил в фейсбуке, опять пошел шуметь весь фейсбук, но я родился в социальных сетях, я был год запрещен практически на всех телеканалах в Молдове, когда там начинал, значит, я им не дал сделать это по секрету, они выдали мандатный арест, примечание, в 8 часов вечера, позавчера, значит, на сайте Министерства внутренних дел, они официально заявили, что мы подаем Усатого в международный розыск, насколько я слышал про Интерпол, и насколько осведомлен, они изучают материалы, что это за дело, разбираются там в основании, политическое, не политическое, в общем, в 8 вечера меня молдаване подали в Интерпол, вчера утром в 9 я уже в нем был, то есть я нахожусь международным, как за ночь с 20.00 до 9 утра, то есть 9 утра я уже в Интерполе со вчерашнего дня, можете меня поздравить, кстати, когда вы находитесь в контакте с кем-то разыскиваемым в Интерполе, вы обязаны сообщить молдавским властям о моем местонахождении и возможном пребывании, то есть нормально, поэтому это вот то, что они сделали позавчера, вот это последнее, поэтому сегодня вот эти попытки, вот я говорил, то, что они хвастаются в интернете, что молдавским спецслужбам не удалось выкрасть усатого на территории России и перевести нелегально в Белоруссию для моей последующей экстрадиции в Молдавию, потому что Россия, а, своих граждан не выдает, я гражданин России, но два, я не хочу интерпретацию, что меня не экстрадируют из-за того, что я гражданин, я буду добиваться, и я докажу в кратчайшие сроки того, что это политическое преследование, поверьте, компетентные органы и здесь, и в других странах мира это знают, поэтому буду внимать адвокатов, спрошу, они в Леоне с ума сошли там, ну то есть, молдаване нарисовали дело, которое вообще не имели права возбуждать на территории Молдавии, это по версии европейских правоохранительных органов, они же у нас в Европу стремятся, кричат про реформы, юстиции и так далее, и так далее, о чем мы вообще сегодня говорим, безопасно сидеть, будет нормально. Спасибо, коллеги, еще вопросы? Ну что ж, вопросы закончились. Извините, секунду, я хочу поблагодарить всех бельчан, просто люди остались без мэра временно, я хочу сказать, что я продолжу свою работу, есть мои заместители, есть команда, я буду онлайн проводить планерки, когда я выступаю на планерках онлайн, по скайпу, иногда получается качественнее, чем когда я на месте, поэтому есть команда, я буду продолжать все социальные проекты, в том числе, которые я начал за свои деньги реализовывать, ремонт тротуаров, поддержку спорта, других социальных проектов, я доведу до конца все то, что я обещал людям, часть этого сегодня уже реализована, я буду продолжать свою работу, даже находясь в изгнании, попытаться через суд, а не меня лишить должности мэра, так как я в розыске, я уверен, что сегодня кандидат мэра от нашей партии, который пойдет от меня, если до этого дойдет, то наберет примерно столько же, сколько набрал я, в первом туре, в пятнадцатом году. Огромное спасибо всем гражданам Молдовы, спасибо вам всем за то, что выслушали наши молдавские реалии, вам огромное спасибо за приглашение, нас ждет горячая пора, поэтому с пятницы, субботу будет очень, в Молдаве уже будет очень жарко и интересно, и мы добьемся того, что режим Плохотнюка будет ликвидирован, я в этом уверен, я говорил, я положу жизнь, если надо, но с этим режимом Молдавии я покончу, потому что не будут нам указывать ни в Вашингтоне, ни в Брусселе, ни в других местах, что нам делать, как нам жить и кого терпеть во главе страны. Спасибо. Да, спасибо, Ринат, пора ломать стереотип, а приходите к нам наконец-то по какому-нибудь хорошему поводу. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...